Казахстан закончил переговоры о вступлении в ВТО. Жители поселка Садовое недовольны расчетом денег по возмещению ущерба после паводков. Осторожно, тополин и пух. Из-за цветения многих тополей в нашей области увеличивается число пожаров и людей, страдающих аллергией. С начала июня в нашем городе произошло уже 12 пожаров. Основными виновниками стали дети и взрослые, которые умудряются поджигать пух. Как с ним бороться и что нужно делать, чтобы аллергия не переросла в более глобальную проблему, узнавал наш корреспондент Аймамрина. В начале лета тополин и пух для многих казахстанцев становится проблемой номер один. С начала июня в нашем городе произошло уже немало пожаров. Из-за детской и даже взрослой шалости возгорания происходят мгновенно и могут привести к неожиданным последствиям. Особенно пух опасен около припаркованных машин. Если авто долгое время стоит на одном месте, вокруг него и под ним собирается огромная масса, которая может моментально вспыхнуть и привести к увеличению пламени и взрыву. К счастью, пока пострадавших нет, но специалисты департамента ЧАЭС призывают людей быть благоразумными. Мы призываем граждан следить за своими детьми. Участились случаи поджога тополиного пуха именно ими. Также просим не бросать окурки на землю и не поджигать мусор в неположенных местах. Из-за тополиного пуха у людей появляется аллергия. Зуд, покраснение глаз и бесконечное чихание приводят в отчаяние. Они бегут к врачам, а иногда занимаются самолечением, что крайне опасно предупреждает аллерголог и по совместительству иммунолог поликлиники номер один Марина Терентьева. По ее словам, полиноз, так называют аллергию, очень коварен. Если его вовремя не лечить, можно заработать массу проблем хронического характера. Поэтому обследоваться лучше у квалифицированных специалистов. Правда, такая диагностика отнюдь не бесплатная. А само лечение стоит около 30 тысяч деньги и проводят его зимой. Если не своевременно будет поставлен диагноз, не своевременно будет назначено обследование, неправильно назначено лечение, то состояние полного может ухудшиться. Например, от полиноза до круглогодичного аллергического ринита. От круглогодичного аллергического ринита до бронхиальной астмы. С вопросом, как бороться с пухом и его последствиями, мы обратились к жителям города. Все они в один голос утверждают о том, что тополин и пух мешают им спокойно жить. Спилитик вообще убрать и посадить лучше березы. Сосны можно. Но сосны, они здесь не приростутся. Тяжело идут. Березы можно. Вот это самое. Вот эти старые тополя надо убирать. Понимаете, они. Видите, они сухостой. А когда хороший ветер, они ломаются. Вот здесь такие ветки лежат. Может кого-то ребенка, не дай бог, привьет. Сколько же травм. Идея спиливания, конечно, радикальная. Но когда у тебя заложен нос и постоянный зуд, это кажется самым оптимальным вариантом. Возможно, природоохранной инспекции стоит прислушаться к мнениям граждан. Жители поселка Садовое недовольны расчетом денег по возмещению ущерба после паводков. По их словам, денег, которые им выделили, не хватит даже на самый простой ремонт. Они требуют чиновников пересмотреть этот вопрос или назначить повторную экспертизу, сделать перерасчет. Картина в селе Садовое, как после бомбежки. Вот уже на протяжении трех месяцев жители этого поселка живут в постоянном напряжении. Их ожидания не оправдались. Денег, которые выделили на восстановление жилья, не хватает. По словам сельчан, чиновники не учли современные цены на строительные материалы. Они очень дорогие. Денег не хватает даже на облицовку дома, как они считали. Нам нужен капитальный ремонт. Стены домов сырые, обои клеить пока нельзя. Работы много. Но начать мы ее не можем. Подачка от государства – просто пыль в глаза. А эта женщина от государства получила 300 тысяч деньги на трехкомнатный дом. По ее словам, эксперты ее жилища даже не обследовали. В спешке пришли и попросили подписать документы. А все имущество почему-то оценили в 21 тысячу деньги. Теперь в конце этой истории найти тяжело. Чиновники отправляют всех недовольных в суд. Что мы должны были купить на 21 тысячу деньги? Посуду или мебель? Попробовали бы сами что-нибудь купить на эту сумму? Это несправедливо. Эксперты-оценщики утверждают, что мебель и техника у жителей была старая. Потому и оценили ее дешево. И со всеми актами люди согласились и поставили подписи. Каждому дому своя стоимость. Может они услышали, что у соседей 800 тысяч, потому что у них ущерб больше. Потому что может у них мебель новая. Ремонт недавно делали. А может здесь вообще люди не жили. Поэтому сумма такая выходит. Конечно, все могут жаловаться, чтобы им стоимость подняли. Но мы не сможем стоимость поднять, потому что по факту у них выходит вот такая сумма. По словам жителей, теперь им остается лишь судиться с экспертами. Аймам Ренажа Сулам Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Уже 11 раз в Караганде проходит международная выставка горного дела и металлургии «Майнинг Вик Казахстан». В этом году она собрала более 100 компаний из 13 стран мира, которые привезли на экспозицию свои новые разработки для заводов и шахт. Многие участники выставки приехали в шахтерскую столицу, чтобы заключить контракты с надежными партнерами. Николай Кровец расскажет более подробно. Подбурные аплодисменты в Караганде открыли 11-ю международную выставку «Майнинг Вик Казахстан». Заметно, что количество её участников с каждым годом только увеличивается. Ведь здесь представлены самые востребованные производства горно-металлургического комплекса из разных стран мира. Выставка представляет несомненный интерес для предприятий Карагандинской области, крупнейшего индустриального центра республики, основу которой составляет горно-металлургическая промышленность. Хотелось бы пожелать всем участникам международной выставки плодотворной работы, взаимовыгодных контрактов и договорённостей, которые позволят реализовать намеченные планы. Большинство представленных фирм уже давно работают на казахстанском рынке и являются постоянными участниками международной выставки. Сегодня многие из них рассчитывают расширить масштабы своего бизнеса, среди которых компании из Карагандинского региона «Курлэсмет», которые занимаются выпуском горно-шахтного оборудования. На выставке, вы знаете, это информационный полигон, на котором можно обсудить все разные технологические и технические проблемы, не считая всех коммерческих узлов, которые можно завязать в рамках, вот этого мероприятия. В рамках выставки пройдут семинары, на которых даже рассмотрят способы повышения прибыли на производственных предприятиях. Сейчас это в непростое кризисное время довольно актуально. Международная выставка «Майнит Квик Казахстан» проходит на стадионе «Шахтёр» и завершится 25 июня. Отметим, что вход бесплатный. Николай Кровец, Жаслав Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Крагандинский. Впереди небольшая реклама, после продолжим выпуск. Не переключайтесь. Класса. Долговечность. 60 лет. Галвин. Морозостойкий. Надежный. Прочный. Для тех, кто ценит качество. К другим новостям. Государственные служащие области отметили свой профессиональный праздник. По этому случаю прошел прием в областном Акимате. На него были приглашены ветераны государственной службы, представители городских и районных Акиматов областных управлений. Напомним, что в 2013 году начала работать новая модель казахстанской государственной службы, основанная на концепции утвержденной главы государства в июле 2011 года. 26 марта 2013 года введены в действие изменения в закон о государственной службе. Кроме того, впервые в законодательстве о государственной службе предусмотрен институт наставничества и стажировки для обеспечения преемственности знаний, опыта, быстрой адаптации вновь принятых на работу сотрудников, за ними закрепляются наставники из числа наиболее опытных и профессиональных сотрудников. Для приобретения профессиональных знаний и опыта вне места постоянной работы будут проводиться стажировки госслужащих, а также лиц, зачисленных в кадровый резерв. Государственные служащие – это лицо нашего государства, это строители нашего государства. Государственная служба, она находится в развитии своем. За этот период был принят соответствующий закон на государство, за период имеется в виду независимости Республики Казахстан. Были заложены основные принципы, требования. Вы знаете, что этому качеству оказания государственных услуг нашим государственным служащим глава государства уделяем первостепенное значение в отделе построения эффективного государства. В связи с празднованием Дня государственного служащего, приказом председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, ряд работников государственных органов области награждены нагрудным знаком «Отличник государственной службы». Эти награды удостоены. Ульна Раим Конторбекова, руководитель управления по развитию языков. Дмитрий Терехов, исполняющий обязанности руководителя управления экономики и финансов. Зара Даутова, руководитель отдела внутренней политики Нуринского района. И Равиля Хисамова, главный специалист отдела социальной сферы и занятости населения аппарата Акима области. Кроме того, за значительный вклад в социально-экономическое развитие области большая группа работников отмечена почетными грамотами и благодарственными письмами Акима области. В этот день каждый госслужащий должен задуматься, что он делает для государства, какой вклад он вносит и как он может улучшить свою работу. Сергей Высокосов, Улужас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Сегодня по всему Казахстану отмечается День госслужащих. В этом году этот профессиональный праздник празднуют второй раз. Он утвержден в декабре 2013 года президентом страны Нарсултаном Назарбаевым. В Караганде сегодня наградили всех представителей государственной службы нагрудными знаками Уздык Мемлекетек Казмитше. Именно были награждены сотрудники, которые имеют стаж безупречной службы не менее 15 лет и внесшие значительный вклад в развитие своей сферы деятельности. Это работники различных департаментов не только города, но и области. Мы собрали госслужащих, в том числе и ветеранов государственной службы. Также мы объявляли конкурс среди студентов на тему МИС Атлмаймон. И также сегодня мы будем награждать победителей, то есть студентов по ЭТСС. Казахстан завершил переговоры по вступлению в ВТО. К концу 2015 года наша страна станет полноправным участником Всемирной торговой организации, сообщили сегодня в пресс-службе министра по делам экономической интеграции Казахстана. Как сообщает информационное агентство «Интерфакс», рабочая группа уже одобрила окончательный пакет документов по вступлению государства в ВТО в декабре текущего года. Ключевые представители организаций, среди которых США, ЕС, Россия, Китай, Индия, Япония и Южная Корея, положительно оценили проведенные основной экономические реформы. В частности, правительство Казахстана внесло изменения более чем в 50 национальных законов, в том числе в сфере валютного регулирования, ценообразования и развития конкуренции, налоговой политики, таможенного регулирования, лицензирования, импорта и защиты прав интеллектуальной собственности. Президент Казахстана Нурсултан Азарбаев приветствовал историческое событие для своей страны. По его словам, членство ВТО позволит государству обеспечить доступ к иностранным рынкам и потребителям широким выбором товаров и услуг. Свой профессиональный праздник отмечают полицейские. По этому поводу в Департаменте внутренних дел сегодня прошли особые торжества. Они начались традиционно с возложения цветов в память героически погибших товарищей. В актовом зале Департамента внутренних дел сегодня очень оживленно. Плюстители правопорядков в празднично-белых формах. Началось торжество традиционно с минуты молчания в память героически погибших товарищей. Первым собравшихся поздравил начальник ДВД Мергенбай Жаппаров. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, дальнейших успехов. А в свое слово глубокую признательность хочу выразить нашим родным и близким. Ведь День полиции – это их праздник. Своим теплом, заботой ежедневно помогает нам в нелегких служебных буднях, обеспечивает надежный пол. В ходе концертной программы особую благодарность и повышение в звании получили отличившиеся сотрудники. 14 из них были награждены приказом министерства, четверо – по распоряжению Акима области. А также около 700 полицейских поощрены приказом начальника департамента. А семьям погибших сотрудников вручили ценные призы. 15-летний Галым Жумабеков лишился отца в 8-летнем возрасте. Сегодня он поделился с нами о героическом прошлом своего родителя. Да, это хочу поступать. Хочу поступить в школу Курша, в университет, закончить, работать в УВД к Органистской области. На чествовании защитников народа была презентована новая песня под названием «Ерлегдастана. Эпопея славы». Слова написал сотрудник юго-восточного отдела полиции Куаныш Медиубаев. В будущем этот праздник будет обретать более широкие масштабы, и количество награжденных должно возрасти, говорят организаторы. Аймам Рина, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В завершении еще об одном. Небо – наша жизнь. В прошедшие выходные прошло открытое первенство города Караганды по парашютному спорту, посвященное 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Более 30 спортсменов боролись за право называться лучшим по точности приземления. Несмотря на все трудности и исторические перипетии, парашютный спорт в Карагандинской области не потерял своего значения в воспитании подрастающего поколения и воспитании ведущих спортсменов Казахстана. Исторически получилось так, что треть национальной сборной комплектовалась парашютистами из Карагандинской области. На первенство Караганды прибыли спортсмены из Болхаша, где уже много лет работает военно-патриотический клуб «Эскер». Сейчас вот стали чуть-чуть уделять внимание. Мы работаем благодаря поддержке нашего акимата городского, болхашского. Нас финансируют в небольшом, правда, объеме, как нам бы хотелось. Мы продолжим работать со всеми структурами Болхаша, которые заинтересованы в нас и мы в них. У Болхаше проблема в отсутствии самолета. Приходится пристраиваться к посторонним авиакомпаниям. В Караганде у парашютистов есть самолет. Но администрация города помогает только в организации соревнований. А в процесс подготовки парашютистов не вмешивается. А это самое главное. Сотни мальчишек и девчонок с удовольствием стали бы заниматься этим удивительным и в то же время экстремальным видом спорта. Небо завораживает каждого, кто поднимает голову. Вот он, казахстанский патриотизм. Не надо ничего выдумывать, только нужны деньги, чтобы подростки смогли осваивать романтический вид спорта. По самым скромным подсчетам, один прыжок с парашютом обойдется желающему в 15 тысячи тенге. Не каждый молодой человек или его родители смогут себе это позволить. Спонсоров-энтузиастов-парашютистов в Караганде можно посчитать на пальцах, на одной руке. Это центр обслуживания КАМАЗ, директор которого Николай Милюков сам принимает участие во всех парашютных выступлениях. Но один в поле не воин. Можно вспомнить герой Советского Союза Нуркена Абдирова, закончившего карагандинскую авиашколу в ДСААФе. В 60-х годах при карагандинском ДСААФ налетчика обучался и первый казахстанский космонавт Тохтар Аубакиров. Но это в прошлом, а будущие истории надо строить сегодня. Проблема в том, что отчасти утеряно поколение. Сейчас очень тяжело людям. Грубо говоря, начинается все с нуля. Стараемся заработать свою репутацию своим трудом, своими делами. Люди приходят, люди занимаются. Я считаю, что достаточно подготовленные ребята. Конечно, есть свои трудности. Мало прыжков, мы только-только начинаем, открываем сезон. Я думаю, что к середине сезона люди потихоньку-потихоньку наберут свою форму. Это отступление. А соревнования шли своим чередом. Сильный ветер не помешал их проводить, но на точность приземления повлиял. Кому везло и кто смог справиться с воздушными потоками, которые уносили парашютистов от заветного ПТК, попадали в большинство случаев в зону зачета. Случилось и непредвиденное. У одного из спортсменов при выходе из самолета выбило кольцо запасного парашюта. Основной купол набрал воздуха только перед приземлением. Но это, говорят, стандартная ситуация, хотя все переволновались. На этих соревнованиях совершила свой пятнадцатый прыжок Дарья Заплаткина. Кандидат в мастера спорта по синхронному плаванию. Что подвигло ее покорять не только водную, но и воздушную стихию. Экстрим, чувства, эмоции, небо, наша жизнь. Что в воде, что в небе, на земле. Везде одинаково. Правда, надо еще сказать, что Дарья была избрана народным героем в телевизионной программе КТК. В 14 лет она спасла троих детей, которые упали с катапарана и стали тонуть. Так что выбор парашюта у Дарьи не случайный. Несмотря на ветреную погоду, в личном зачете первым стал Иван Горбылев из Болхаша, вторым Виктор Калабин и третьим Олег Беневский. Среди восьми команд первое место завоевал Болхавский военно-патриотический клуб СТР. Вторыми стали представители Центра парашютной подготовки номер один. Третьими – вторая команда Центра парашютной подготовки. Впереди у спортсменов областные соревнования, которые пройдут с 3 по 5 июля в Караганде, и республиканские, которые планируется провести с 12 по 19 июля. Небо зовет. Сергей Высокосов, Ислан Веков, Пан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Аман Соболинстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова